Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире прямой эфир программы «Геван» и ее ведущая Наталья Сметанина. С нами работают режиссеры прямого эфира Николай Слепсов и Мария Новгородова. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. И сегодня гость нашей студии, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Константин Васильевич Роббек. Доброе утро, Константин Васильевич. Доброе утро. Доброе утро. Я очень рада приветствовать вас сегодня в нашем эфире. В 2013 году был принят закон об уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. И тогда вы стали первым уполномоченным. Отработали срок. И вот 14 апреля на второй срок вас утвердили депутаты Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, с чем я вас поздравляю. И уже месяц работы на должности уполномоченного у вас уже прошел. Спасибо. Да. Какие задачи и какие компетенции есть у уполномоченного? Что должен делать уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия? Спасибо за вопрос. На самом деле, как понятно из названия должности уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера, моя задача в первую очередь, конечно, это работа с обращениями людей, представителей коренных малочисленных народов Севера. Но на самом деле, если взять закон об уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера, все-таки задачи, цели, компетенции немножко шире, чем просто работа с обращениями граждан. В первую очередь, конечно, самая нацеленная это работа с людьми, работа с органами местного самоуправления, работа с органами государственной власти. И нередко, потому что мы знаем, что проблемные вопросы реализации прав и законных интересов граждан, представителей коренных народов во многом зависят и от состояния законодательства, от состояния нормативно-правовой базы. И зачастую бывает так, что некоторые вопросы невозможно решить в индивидуальном порядке. То есть большинство вопросов можно как-то решить с помощью обращений, чтобы соответствующие органы, предприятия, организации исправили свои недочеты в части реализации прав и законных интересов. Но возникают нередко и такие вопросы, которые необходимо решать на системном уровне. То есть путем подготовки и внесения изменений в какие-то нормативные акты или органов местного самопроводительных органов государственной власти. Как мы знаем, у нас нормативная часть, скажем так, в отношении коренных властей народов севера регулируется и федеральными законами, и республиканским законодательством. И, кроме того, органы местного самопроводительного также определенную часть нормативных правовых актов могут принимать. Константин Васильевич, получается, основным инструментом уполномоченного являются законы, которые приняты и будут приниматься, да? Безусловно, основная задача следить за тем, чтобы законодательство и федеральное законодательство и республиканское законодательство в отношении прав и коренных народов соблюдалось на всех уровнях. То есть, чтобы и в самых отдаленных уроках люди знали о своих правах. В том числе, вот одна из задач тоже информирование населения. С тем, чтобы люди четко представляли себе весь набор прав, законных интересов и как их реализовывать. То есть, информирование населения. Бытность Вашу уполномоченным на первом сроке, скажем так, наверное, да? Сколько инициатив, предложений было внесено Вами именно вот в законодательной части? Там было немало, потому что мы вплотную работали и работаем сейчас, да? Законодательным собранием. И когда меня в первый раз избирали уполномоченным, мы вплотную работали с народными депутатами и многие инициативы мои они поддерживали. И, ну, если так коснуться, да, напрямую нормативных актов, то все мы помним, допустим, вопрос о заработной плате или неводах, когда депутаты много лет подряд отставили вопрос увеличения заработной платы. Мы со своей стороны аппарату полномоченного, изучив нормативную правовую базу, пришли к выводу, что необходимо не так, немножко под другим углом ставить вопрос и ставить вопрос об изменении методики поддержки, государственной поддержки северного домашнего огневодства. И это предложение было поддержано народными депутатами. И с тех пор, как мы слышим, да, то есть видим, этот вопрос уже не поднимается так часто, да. Да, есть такой, зарплату оленеводам сейчас считают по другой программе, я так поняла. И поэтому они чуть-чуть выиграли. Да, и тут многое зависит, в частности, конечно, от самих оленеводов, от руководителей оленеводческих хозяйств, потому что сейчас вопрос государственной поддержки во многом зависит от поголовья оленей. То есть как сами оленеводы отработают и так далее. То есть они знают, что если они отработали хорошо, и у них есть соответствующая заработная оплата, будет и поддержка со стороны государства. Да, конечно. Константин Васильевич, насколько сегодня законы у нас работают по вашим наблюдениям, по вашей деятельности? Ну, тут многое, если, скажем, взять республиканское законодательство, да, то оно реализуется более-менее на хорошем уровне, потому что и органы исполнительной власти, и законодательная власть, и органы местного самоправления довольно четко представляют себе законодательство республиканское. Есть определенные сложности, вопросы с федеральным законодательством, и государственные собрания, и правительства очень часто выступают с законодательными инициативами, потому что очень много коллизий в федеральном законодательстве, есть определенные пробелы и моменты, которые не учитывают вопрос ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных мастеров севера. То есть, законы работают, но надо приводить соответствие с федеральными законами? Ну, не в таком ключе, я бы ставил наоборот, потому что у нас законодательство в отношении коренных развивается в первую очередь на региональном уровне, да, есть хорошие регионы, где развитое законодательство, на которые ориентируются и другие субъекты, да, в том числе и у нас очень широкая законодательная база в Ямало-Ненецком автономном округе, в Хантамансийском автономном, и многие субъекты Российской Федерации ориентируются прежде всего на наше законодательство. И потом уже с учетом развития регионального законодательства, мы порой сообща, не только вот законодательные исполнительные власти ставят, да, но и со стороны общественных организаций коренных в регионах и Всероссийской Ассоциации коренных максимальных актеров поднимаются вопросы о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, потому что оно чуть-чуть, скажем так, отстает от развития регионального законодательства. Наши общественники очень активные. надо отметить, что никакой вопрос, никакая проблема не оставляет равнодушным никого, и в этом плане очень хорошо работают ассоциации коренных малочисленных народов Севера, и вот этнические ассоциации очень хорошо работают. Безусловно, я бы отметил, конечно, потому что наша республиканская ассоциация имеет весомый авторитет и на российском уровне, и нас хорошо знают и на международной арене, скажем так, и у бессменного руководителя Андрея Васильевича Кривошапкина знают во всех отдаленных уголках Российской Федерации, безусловно. Да, очень авторитетный и уважаемый Андрей Васильевич Кривошапкин уже более 30 лет уже у руля стоит и нам работает и живется хорошо с ним, скажем так. Ну, это безусловно, да. Константин Васильевич, а сколько человек в аппарате уполномоченного сегодня работает по штату? Это государственная должность, да, получается? Да, ну, помимо меня в аппарате у меня два сотрудника, как и раньше было, два старших референта, и, скажем так, они продолжают работать еще с тех времен, когда я первый раз был уполномоченным по правам коренных масштабов Севера. То есть, это люди, обладающие уже определенным профессионализмом, компетенциями, знаниями. Да. Два человека справляются с тем потоком обращений, который поступает уполномоченным? Ну, это тоже в общем и целом, конечно, справляются, потому что бывает, ну, как и везде, наверное, бывают моменты, когда очень большой поток идет, и, ну, есть сложности, но мы справляемся. Наша республика такая огромная, и основные наши районы, где компактно проживают коренные Малчислены от Севера находятся очень далеко, это самолетные поездки, машины. Я знаю, что первым уполномоченным вы каждый месяц ездили практически в командировки. Сейчас у нас пандемия, конечно, карантин, но думаю, что связь с районами держите плотно, да? Да, еще до того, как указан главы меня назначили на должность полномоченного, уже контактировал заранее со многими районными нашими, общественными организациями и с представителями органов местного самоуправления, и уже до конца года у меня выстроен, скажем так, план работы, план командировок, и я, скажем так, заранее, с учетом эпидемиологической ситуации, заранее прошел процедуру вакцинации с тем, чтобы спокойно ездить в район. Да, главная задача ездить в район, рассказывать, встречаться с людьми напрямую, люди же любят обращаться напрямую, проводить личные приемы, да, потому что люди, нашим людям менталитет, видимо, такой, что им немножко сложнее и плюс еще то, что связь не очень хорошо работает и при личном обращении, конечно, и раньше поступало, я надеюсь, и в эти годы будут поступать много обращений, заявлений и много консультационной работы будем проводить. Ну, там приятно же со своим уполномоченным разговаривать лично и объяснять и получать ответы, и от этого больше удовлетворения получают, конечно. Да, безусловно. Ну, с нашими людьми очень приятно общаться, сидя у костра. В любой обстановке каждый разговор вливается все равно в работу. Константин Васильевич, кроме вашего аппарата есть еще и общественные, наверное, помощники у вас, да, в районах? Да, у нас, скажем так, по двум направлениям. Есть общественные представители, которые назначаются по представлениям администрации районных, да, и люди могут к ним напрямую обратиться, потому что это те люди, которые живут, работают именно в районах проживания коренных молодых народов севера. И, кроме того, сформирован определенный штат общественных помощников, но это не только по территориальному районному принципу, но это те люди, которые обладают соответствующими знаниями, которые могут помочь в работе уполномоченного, и которые, ну, скажем так, своей общественной активной деятельностью их знают по всей республике и к ним зачастую обращаются. То есть, это общественные помощники, которые, не получая деньги за свою работу, просто болеют душой и помогают. Да, безусловно. Помимо этого, есть еще экспертный совет, который сейчас на стадии формирования, я надеюсь, он будет сформирован. Спасибо, Константин Васильевич. Первый блок, уважаемые радиослушатели и телезрители, у нас подошел к концу, мы прерываемся на небольшую рекламу, будьте с нами. Приветствую наших радиослушателей и телезрителей в прямом эфире программа «Геван». Я ее ведущая Наталья Сметанина, с нами работает режиссер прямого эфира Мария Новгородова Николай Слепцов и у нас сегодня в студии уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Константин Васильевич Роббик. Мы работаем в прямом эфире, вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 32-00-66 32-11-66. Константин Васильевич, в первом блоке мы говорили о задачах и тех компетенциях, которые стоят перед уполномоченным. Вообще, институт уполномоченного, который у нас в республике очень развит хорошо, он доказал, что это нужный аппарат для людей и очень такой вот быстрый, на реакции и результативный, скажем так. Константин Васильевич, сколько за месяц 14 апреля официальное вступление в должность вами, за месяц с лишним поступило обращение от населения, от представителей коренных молодчисленных народов Севера Республики нашей. И что волнует людей, с чем они к вам обращаются, что пишут? Спасибо за вопрос. Ну, вообще, вы, безусловно, правы, потому что и Лена Степановна Иванова, которая работала для меня, она очень активно работала и с людьми, и с населением, и очень активно принимала людей. И вот тот временной отрезок, когда происходила, скажем так, смена уполномочий, но, к сожалению, люди заждались, прямо скажем, и за этот месяц небольшим еще с учетом того, что мы 10 дней, скажем так, майские праздники были объявлены, выходными, поступило более 50 обращений. Очень много, да. И, безусловно, в первую очередь, я бы отметил, что стало очень много обращений по работе с промышленными предприятиями, которые приходят работать на территории традиционного предопользования, места традиционных лестных деятельностей, и так далее. и эти вопросы, помимо этого, очень много вопросов по земельным, скажем так, потому что очень многие, к сожалению, общины еще до сих пор в установленном порядке, не оформили свои земельные участки, будь это олени, пастбища, будь это охотничьи, угодили, рыбопромысловые участки, то есть, очень много таких обращений, ну и, помимо этого, конечно, есть обращения, которые, скажем так, напрямую не относятся к правам коренных, да, именно как представителей коренных народов, но это именно обращения от представителей коренных народов по вопросам, связанным и с реализацией трудового, трудового законодательства, уголовного законодательства и многих других вопросов. То есть, личные обращения тоже бывают, да? Да, безусловно, их много, и их, скажем так, более значительная часть, потому что есть обращения от общин, есть обращения от органов местного самоправления и есть индивидуальные обращения. Спасибо, Константин Васильевич, у нас есть звонок. Алло. 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 Здравствуйте. Алло. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да, да. Это Роза Михайловна Долга. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, Роза. Роза Михайловна Долга. Это в Камчатском крае. Вот. Хочу поздравить Константина Васильевича с назначением, пожелать ему успехов в работе, вот, совместной работе, пожелать ему всего самого наилучшего. Мы работаем уже и знакомы давно. Константин Васильевич, услышите меня? Добрый день, Роза Михайловна. Я очень рад вас слышать, и я надеюсь, что мы будем плотно, плодотворно сотрудничать, так, как мы раньше работали. Да, 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 плотно, плодотворно сотрудничать. Хочу рассказать о нашей работе. В общем-то, мы совместно, тесно работаем. Еще раз хочу сказать, что уже давно. В общем-то, вопросы общие у нас одни проблемы, можно сказать, о всех регионах Дальнего Востока, Севера, Сибири. Вот. И когда мы встречаемся на площадках на федеральном уровне, вот, мы всегда идем единым фронтом. Константин Васильевич, я ищу ваш депутат, Илтумен, председатель комитета Елена Христофоровна Голомарева. Вот. Мы все идем одним фронтом, отстаиваем проблемы, вот, предлагаем совместно какие-то изменения или предложения, законопроекты, озвучиваем проблемы совместно по нашим регионам, потому что они у нас почти все одинаковые, что касается территории традиционного природопользования, что касается вот сейчас вот по исчислению ущерба, вот, и много других вопросов, особенно по реестру совместно мы работали в учет улит коренных малочисленных народов. Хочу отметить, что, конечно, очень сильные специалисты и вообще вот в Якутии. Мы со своей стороны всегда в общем-то обращаем именно внимание всех, вот какая у вас законодательная база вообще сильная, во сколько законов принято именно на то, чтобы поддержать коренных малочисленных народов. мы опять же смотрим и пользуемся законами вашими как примером, образцом. Вот, если мы какие-то рассматриваем законопроекты, обязательно смотрим, как в Якутии это у нас работает, вот, потому что у вас действительно очень сильная законодательная база, вот, и я еще раз хочу поблагодарить и очень рада работать с вами, Константин Васильевич, всегда на связи, вот, есть какие-то вопросы, тогда мы всегда обмениваемся к затемнению. Спасибо, Константин Васильевич, очень рада вас слышать. Наталья, Роза Михайловна, привет передаем всем нашим сородичам, которые живут на Камчатке, просветания вам. Спасибо, и будем совместно работать. Обязательно. Конечно. Спасибо большое вам. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вот ваш коллега, уполномоченный по правам коренных малочистых народов Камчатского края Роза Михайловна Долган позвонила, она слушает и на Камчатке, оказывается, смотрит. Очень приятно слушать ее голос, безусловно, Роза Михайловна, вот, как вы знаете, наверное, у нас в трех регионах создан институт уполномоченного по правам коренных малочистых народов Севера, это Камчатский край, вот Роза Михайловна Долган возглавляет, и Красноярский край, где активно работает Семен Яковлевич Пальчин. И они были одним из тех первых людей, которые мне позвонили, поздравили, и мы уже определенные шаги по совместной деятельности уже наладили и будем работать. Очень приятно. Константин Васильевич, обращений поступает много, работа беспрерывно идет, все это систематизируется, выводится. А по нашим законам, вот даже Роза Михайловна отметила, что наши законы передовые, я не побоюсь этого слова, что наши законы передовые, а соотношение именно с промышленными компаниями у нас регулируется и этнологическим, законом об этнологической экспертизе, и нашим основным законом о правах гарантий наших людей. Но бывает нарушение. Вот, допустим, даже, наверное, сначала работы вашей за этот месяц были обращения по этому поводу, да? Да, по данному вопросу. Ну, если вы помните, я перед этим работал в Министерстве по развитию Арктики делом Нородного Севера. И мы помним, вот весной был случай, ЧП, скажем так, когда реку так перекрыли, сделали. дорогу. А несанкционированную дорогу, да? Несанкционированную дорогу через реку так, как полностью перекрыли ее. Ой, извините, Константин, сейчас я вас перебью, у нас звонок примем, да? Хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по Якутскому можно, да? Да, можете, конечно. Так, я такой, значит, по Арктику. По Арктику значит, два министра. Якутская Ассоциальна министра Черноградской, который помогает, да, по территории республики, а дальше другой министр, значит, закон должен приниматься, да, тохтехан, да, дирижинай закон Арктика кенегер. Колору, ввелеген нараунгмен истер, чё, дуу, я, ка, га, ゝ, анну, анну, национальный округ, тырген, анну, охотъем, анну, лехи кэркет. Эккенен, боли, анна, бяш, милиярс, сокковая, с Арктика, курилюна, диня, мешистын, тырген тұрар, Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за вопрос. Я отвечу, я перед назначением, скажем так, встречался с главой Республики Сахарикутя, Северным Сергеевичем Николаевым, и мы, как скажем так, четко обозначили те проблемные вопросы, те акценты, на которые стоит сделать внимание наиболее. И, безусловно, он акцентрировал внимание на том, что вплотную необходимо работать совместно с Министерством по развитию Арктики, делам народа Севера, совместно с Государственным собранием, с народными депутатами и, безусловно, с правительством Республики Сахарикутя. В части будут вопросы социально-экономического развития Арктики, потому что в любом случае они в той или иной степени касаются и вопросов развития коленных массивов с Севера. И тут вопрос... Большое спасибо за вопрос, на самом деле. И я вижу, что человек не просто так спрашивает, человек следит и за законодательством, и за теми программными документами, которые принимаются не только у нас, но и на федеральном уровне. Потому что... Вот... И я думаю, что в какой-то степени он прав, потому что очень многое у нас зависит от нормативно-правовой базы. Кроме того, я вот встречался в рамках, скажем так, организации сотрудничества с председателем Государственного собрания Петром Васильевичем Гоголевым. У них есть, скажем так, инициатива, проект о том, чтобы принять отдельный кодекс в части, касающийся прав и законных интересов коренных массив народов Севера. И они над этим плотно работают уже более года, насколько я знаю, да. И он призывал к сотрудничеству, в том числе и по принятию основополагающего одного документа, который будет регулировать все аспекты жизнедеятельности коренных массив народов Севера. Спасибо, Константин Васильевич. Наш второй блок подходит к концу. Продолжим нашу беседу через некоторое время. Думаю, будут еще вопросы. Спасибо. Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире прямой эфир. Программа «Геван». Я ее ведущая Наталья Сметанина. И у нас сегодня в студии уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Константин Васильевич Роббик. Мы работаем в прямом эфире. Можете позвонить нам, задать свои вопросы, пожелания уполномоченному по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. Еще раз напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Константин Васильевич, в продолжении рассказа, разговора про отношения с промышленными компаниями, про те нарушения, которые были зафиксированы, грубые нарушения, вы начали рассказывать о случае на реке Токо в Олюквинском районе с несанкционированными дорогами, когда нерестовая река была перекрыта. Я тогда еще работал в министерстве, как отметил, да, и в составе рейдовой группы министерства экологии мы ездили комиссией. И был установлен факт, был установлен факт не только перекрытия речки, а обустройство автодороги и вырубки определенного количества леса. Безусловно, это тем более стоит напомнить, что происходило все это на территории Тяньского национального наследия. Это территория традиционного предопользования коренных масляров в севере. Это не только нерестовая река, это и место, где отел оленей происходит. Моря, извините, опять придется перебить вас, у нас звонок примем? Примем, да. Алло. Это поздравить хотим Константина Васильевича. Это Аллаих. Алло, алло. Максим Ильич, наш дорогой. Добрый день, вы в прямом эфире? Да, да, да. Максим Ильич, очень приятно вас слышать. Это Аллаиховский район. Да, безусловно, я хорошо знаю Максима Ильича. Я надеюсь, что, Максим Ильич, мы, как и раньше, будем вместе работать и трудиться. И смотрим. Спасибо большое. Терели. Алло. Максим Ильич, как ваши дела? Да, как ваши дела, как жизнь? Ничего, нормально, все хорошо. Я вот сейчас уже все передал свои полномочия новому составу правления Ассоциации, а мы как Совет Старейшин, поэтому от имени Совета Старейшин. Хорошо. Большое спасибо, Максим Ильич. Ну, я надеюсь, что вы будете так же активно работать и по общественной линии. Вот не слышит нас, по-моему, Максим Ильич. Максим Ильич, да, да, Константин Васильевич. Максим Ильич, я надеюсь, что вы и дальше будете так же активно сотрудничать с аппаратом полномоченного по правам коренных мальчиков народа Севера и будете так же активно отстаивать права коренных мальчиков народа Севера Аллаиховского района. С новым составом. У нас нынче в этом году переизбралось новый состав прав... Связь неустойчивая. Да, связь, видимо, неустойчивая. Очень далеко. Надо отметить, что наши аллаиховские сородичи, коллеги, они очень активны и всегда очень много идей, работы проводятся. Максим Ильич бессменным председателем ассоциации был с недавнего времени молодые, новое правление у них избрано. Да, я прекрасно знаю и помню, конечно, и мы знаем, что еще сначала, скажем так, зарождение общественной деятельности, да, общественной организации ассоциаций коренных мальчиков Севера, старейшины, сейчас уже Владимир Николаевич, Мария Ивановна, Максимова активно, и они до сих пор продолжают оставаться втрою. Большое спасибо Максиму Ильичу за звонок, за пожелания, а мы продолжим наш разговор, да? Да, и был уявлен ряд нарушений, и, безусловно, были составлены административные протоколы, и по ним ведется работа. Но стоит отметить, что тут активную позицию Министерства экологии и личного министра Сахамина Милановича. Я извиняюсь, у нас еще один звонок, алло, алло, здравствуйте, да, да, здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло. Да, да. Мы вас слушаем. 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 Что в данном направлении есть определенные проблемы, и, как вы знаете, сейчас идет процесс передачи полномочий Министерства по развитию архитекта и делам народов Севера. И я надеюсь, что министерство, взяв образы правления, скажем, в свои руки, примет определенные шаги. Что касается федеральных органов власти, безусловно, сейчас остро стоит вопрос о необходимости реконструкции портов, будет в Тикси, в Черском, еще где-то, да, и стабильные транспортные схемы по Северному морскому пути. То есть, и, кроме того, необходимо, условно, ставить вопрос о решении вопросов электроснабжения. И при решении этих вопросов, я думаю, когда Северный морской путь будет функционировать в нормальном режиме штатном, да, то многие вопросы снимутся. — Константин Васильевич, режиссер, мне говорит, что у нас еще один звонок есть. Алло? Алло? — Спасибо большое. — Спасибо за звонок. Ну, это, скажем так, коррелируется вот с предыдущим звонком, да, и это правильно, потому что, в первую очередь, транспортная доступность, то есть вопрос, скажем так, чтобы люди могли в любой момент выехать, не чувствовали себя оторванными ни от республики, ни от Российской Федерации. И это задача государства, задача не только наших республиканских органов власти, но и, безусловно, федеральных органов власти. Я надеюсь, что также руководство республики ставит вопрос об изменении правил, да, использования малой авиации, активно ставят, и уже есть определенные подвижки. Я надеюсь, что будут дальше шаги предприниматься в решении этого вопроса. — Да, обычно дотационные рейсы выполняются со слегом. — Да, республика датирует эти рейсы. — Поэтому, думаю, что надо пользоваться этими дотационными рейсами, и люди не должны застревать у себя на слеге. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Да-да. — Здравствуйте. — А можно по-якотски? — Можно, можно. — Да, можно. — Нурбат. Бага хана лақпыд, аның нюрбаға хуяна бұд тұқты хүргах. Масары бұд хената мүхәк бігам бес, 1 литр ата. Оны, бұхуяна бұдан регулиров келер кім бары. Слеш кәм оту бұдан бұдан кәнер ахалықтар бұдан ха хуяна лақтыр. Масары бұдан бұдан көптөзін. Мы знаем, что правительство в начале этого года заключило соглашение с крупными производителями, в том числе и растительное масло, и сахар, и крупы, с тем, чтобы произвести заморозку цен. Определенный эффект это дало, и я надеюсь, что и дальше федеральное правительство в этом направлении будет работать. — То есть цены на продукты будут держать на этом уровне, но учитывая, что у нас в Арктике цены очень высокие на продукты. — Да, и как мы видим, не только в Арктике, это и вопрос Снербинского района, который, скажем так, связан круглогодичной практически транспортной автодорогой. — Везде у нас цены очень высокие. — Потому что большие расстояния республики, конечно, накладывают определенные сложности. — И, Константин Васильевич, у нас осталось немножко времени до конца эфира. Скажите, как были наказаны или, как правильно сказать, как отреагировали те предприятия, которые незаконно нарушили территориальные... — Скажем так, на них были, как вы слышали, наверное, открыты административные дела, ведется административное производство. — Кроме того, в части вырубки лесных насаждений на них было, скажем так, уголовное дело возбуждено. И я надеюсь, что до конца эти соответствующие органы доведут это дело. — Кроме того, стоит отметить, что я встречался с представителем компании «Нордколд». У них есть определенное понимание, потому что, безусловно, это крупное предприятие, которое только на Олегминском районе использует труд 300 подрядчиков. То есть и проконтролировать, безусловно, для них... Сейчас они осознали, что есть такая проблема, и они будут над этим решать. — То есть незаконные эти они убрали, да? — Да, все убрали. И, кроме того, они начали процедуру в соответствии с нашим республиканским законом об этнологической экспертизе. — Спасибо, Константин Васильевич. На этом мы завершаем наш эфир. До встречи в следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok